Наверное, последний драфт будет уже о Хард Лейнере. Пуганно, скорее всего, пойдет Мит, и Морфлинг будет играть на изи линии. Но, судя по бану Найт Сталкера, все не так однозначно. И интересно, почему именно НС? Потому что так-то из-за его самых противных черт, почему вообще достойно этого последнего бана? Видимо, они рассчитывают на Сенкингов Хард. Как в прошлый раз. Вообще, почему бы и нет? Я в прошлый раз Сенкинг Хард от Инфомаса был. Ну, а почему НС? Первое, за что его стоит бояться, это вижен, отсутствие вижена. И это... Не сказать, что здесь для кого-то будет более чем фатально, чем в прошлый раз. Ну, и второе, это вечный сайленс. Но здесь все подвластны этому сайленсу, по сути. Если забанить Death Profit, это было бы немного более оправдано, потому что он точно такой же длинный сайленс, может выдать по области, что гораздо выгоднее. И... Регион Коммандер. Герой, который будет держать в фокусе персонажа, герой, который имеет очищение, хорошо в борьбе против сайленса, хорошо в борьбе против яда вайпера, и просто интересный персонаж. Почему бы и нет? В принципе, драфт ничего такой. Биста здесь имеется, контроль через БКБшечку. Пугна очень тонкая, она может развалиться от вайпера просто в считанные секунды. Ну и интересно, как будет расставляться все-таки линия, потому что вайпера тут, мне кажется, незавидный собеседник для любого из представленных персонажей, и никто не захочет с ним остаться один на один точно. А будет ли возможность тянуть еще и саппорта? Ну, допустим, при Пугне как-то не Камильфо, потому что ей хочется стоять одной, ей хочется получать экспириенс в соло, а варлок там... И не сказать, что он ей чем-то поможет, если вдруг вайпера начнет фокусить. Ну что он может сделать? Ну, Шэдоу Ворд накинет, и все. То есть, если стягивает чьи-то силы, то Сэн Кинга. А вот оправдано ли его стяжение? Не будет ли лучше его поставить против вражеского Кэри, которого, кстати, еще нету в пике? Ну, тут уже неплохой пик через Физику получается. Мы видим тут Зверинец со своими превратностями судьбы. Тут и магического дэмэджа. Ну, чуть-чуть совсем, но есть все. Тут магнетайз какой-никакой дэмэдж. Магического дэмэджа вот именно мгновенного нету. А так периодики очень даже много. И ждем последнего драфта. Что нам Infamous предложат? У них есть 30 секунд на подумать. Ну, я продолжила мысль вот с этим фокусом таргета, как вот тролль был бы хорошим вариантом. Джаггер может, может лайфстиллер. То есть, что-то в таком духе. Мета предусматривает много вариантов. С Морфлингом, правда, побороться будет трудно. Морф вот именно с Сайленсом в первую очередь контриться. А Сайленс здесь вполне решается Легион Коммандер, если она будет рядом. А она будет рядом? И это? Это рискованный выбор антимага. По идее, должно быть теоретически хорошо, потому что здесь магов много. Особенно Пугна. Она будет так лопаться с Монавойда, что умирать будут все. Вокруг, кто попадет в Саверенш. Но это теоретически. А фактически посмотрим, как у него сложится игра, потому что здесь очень много всего неоднозначного. Интересный выбор, с одной и с другой стороны. Действительно радует то, что разнообразно. Каждую карту что-то новое, необычное, не одни и те же герои. Терраблейд и то, там мы одну карту видели. И идея интересная с каждой стороны. И при этом, что тандеры могут быстренько зайти и спушить, что, в принципе, то же самое могут себе позволить сделать и инфамасы. И вот сейчас я не рискну сказать, кто победил. Антимаг, конечно, смущает. И винрейт у него не тот. И мета как-то ему не слишком заходит. Но, с другой стороны, против этого пика он смотрится вполне себе приемлемо. Давайте для начала поставим прелестнейшую заглушечку. И теперь будем наблюдать за коллективами. Тут пока пауза. Интересный драфт. Я, конечно, в меру не то, чтобы своей ленивости, но все-таки режимы нормального человека, который сейчас... Я не ложился спать теперь, у которого слипаются в глаза полшестого утра. Хотела бы 2.0, но, если честно, здесь все очень-очень неоднозначно. Антимаг, он меня смущает, но больше заставляет этим смущением задуматься, чем говорить о каком-то поражении. Нет, я больше ничего не буду здесь пытаться предсказывать. Я просто буду смотреть, потому что это беспрецедентный пик на данный момент в нынешнем патче. Столько патчей подряд не появлялся Антимаг. Один раз я только его видела в рофло матче Империи, когда они играли остатки групп на отчаянно... Мейджор, Чайна, Супер Мейджор. И там это совершенно ничего не решало, и они просто там пикнули Паджика, Антимага, еще что-то против них играло 5 магов, и они все равно выиграли Антимага. Там, то есть, все было абсолютно идеально, там Лишрак был, Пугна, еще что-то. То есть, типичный прокат. А Зевс, вот, которых прям жги и радуйся, и лоб им и навойдом, но он проиграл. Ну, там я просто делаю скидку на то, что это был рофло матч, и наверняка Империя не играла совершенно по-серьезному. Но если они все-таки там хоть каплю сил приложили, и Антимаг в том случае проиграл, то на нем выиграть невозможно. Это как про Инвокера говорили, что если Миракл на нем не может выиграть, значит никто не может. Я хотела что-то посмотреть. А, Станбиста развеется ли? Развеется с сильным развеиванием, да. Здесь уже Легионка становится все более и более актуальной. Салент снимет, Убиста Ультимейт снимет, Яд снимет тоже, по идее. Нет, этот Яд не снимет, только с поезда атака. Ну, логично, в принципе, иначе. Это было бы совсем бесполезно. Ну, то есть, Легионка здесь вот, как герой-спасатель, заходит хорошо. Даже не столько инициатора, вот именно, чтобы со стороны стоять и раздавать всего вот этого. То есть, я здесь могу с процентной вероятностью, там, ну, 90 утверждать, что у нее дуэлей будет мало, и она от этого не будет страдать. Ну, хотя дуэли, это такая вещь, что как подвернется. Может, у тебя будет идти, может, не будет идти. Вообще, в 2К18, Легион Командер, ну, раньше там были, просто для нее и кэри сборки, и сама она вот стремилась именно к использованию дуэлей для того, чтобы приумножать свой дэмэдж. А сейчас для нее дэмэдж, это исключительно возможность ускорить возможность забора следующей дуэли. И то, дуэль, это вот именно штука, которая помогает тебе подфиктить героя, сделать это через Блэкин Бар, что самое главное, и остальное уже делает твоя команда. То есть, по сути, это как Хардлейн Войт, который ставит купол и дамажит туда все, кроме него, ему совершенно не обязательно иметь дэмэдж. То же самое и с Геонкой. Так что, здесь, она смотрится хорошо. Там кто-то, я альтабнулась, посмотрела, кто-то сказал, что она юзли с героем, я не согласна, что здесь. По поводу антимага тоже. Вот теоретически, там против пуган он будет смотреться хорошо. Теоретически, морфинга он сильно заставит пострадать, но раньше бы действительно сильно заставил, когда у него перекачка ману стоила, а сейчас уже нет. То есть, он все равно будет перекачиваться, он все равно будет работать в сторону своего жира, и это самое главное не поможет его быстро убить. И мы наполнили, не сказать, что огромный, прирост интеллекта у него мизерный просто, одна единица, как вы видите. И из-за этого он для антимага не самая приоритетная цель. Ну, сколько ни фокус, он все равно будет обрастать жиром, и лопнуть его сильно не получится. То есть, для антимага всегда приоритетом будет залетать в пугну или варлока, но варлок тоже, он там рассыпется быстрее, чем можно будет в него что-то кастануть. И антимага самое главное в мид поставили. В прошлый раз тоже Катаро у нас в мид-линии стоял с саппортом. И Джеймари на самом-то деле от этого в плюсе, потому что антимаг к нему приставать в такой форме не будет, хотя тут, если он вкачает монобрейк и будет удачный телекинез, то может случиться всякое, но при этом Пугана тоже не лыком шита, она декрепифаем будет откидываться и, соответственно, спасать ситуацию. И сейчас, видите, она неплохо продамажила саппорта, и Рубик уже вынужден есть танго. Вот и минус пачка, по сути, которую он покупал. Часть раздал, часть проел уже. Попита. Попита оказывается теперь на более комфортном курорте. В прошлый раз у него совсем ужасная линия была, но он снова без саппорта. То есть вот герои вроде как изменились, но при этом лейнинг упорно остался тот же, и не сказать, что это чем-то особенно оправдано. Декрепифаем вот и есть. Это схемка. И теперь антимагу выбор предстоит. Либо максить и монобрейк и мучить пугну, либо все-таки спеллшилд. И вот с точки зрения нормального кэри, который должен сейчас думать о крипах, о том, как добивать по максимуму крипов и о собственной защите, то ему нужен спеллшилд, потому что там, типа, фраг ему много золота не подарит, если он при этом будет терять крипов. Правда, тут Джеймери так опасно стоит. Но хилла у него достаточно. Тут и фласка. Ой-ой-ой, ее избивает фласку, вот это неприятно. И еще и ман уже выжигает. Действительно, уже неприятно становится. И придется и себе и фласку, и Кларити нести, но он закупает себе только, я вижу, второй талисман. Пока я голову чесала, он сделал такой выбор. Почему нет? Собственно. И Морф второго уровня. У Морфа, ну, более-менее фармит. Двигается как-то там. Антимаг, самое главное, проблем не испытывает. Джеймери как-то сейчас по низине пошел, как бы это его не подставило, потому что Антимаг готов прыгать. И он прыгает на опережение. Курьера хотел подрезать, а не Джеймери. Джеймери отвечает бластом. Катару очень больно стало. И спеллшилд нужен. Правда, еще третьего уровня нету. При этом Пугда уже наполовину набрала себе очков на четвертый, поэтому... Ну, она в плюсе просто от того, что она соло-мид стоит. Это для нее априори плюс. Она полагается на предметы, но эти предметы ей больше жизнеспособности обеспечивают, чем силу прокаста. Ну, хотя там можно собрать еще себе дискорд. То есть, там будет Линза, там будет Форс, возможно, Юл Септер. То есть, такие предметы, которые позволяют ей быть живучей со всех сторон. Попита видим феррисблата даст сейчас. Да, с другой стороны, Варлок еще его забирает тут Мэттью. И тут, правда, с разменом будет на самого этого Мэттью. Шэдоу Ворд на нем висит, правда, не хватает Морфинга Муспида, и сейчас на перехват его возьмут Варлок. Еще один Шэдоу Ворд может, но он просто не стал ничего делать, тычечка полетела, и не хватило дэмэджа. Тапк, видимо, не купил. Ну, так и есть, он не стал этого делать. По сути, он фармер, у него всегда хорошая возможность уйти из своей формы, а поэтому он пренебрег. То же самое, наверное, будет Антимага ждать, но он уже купил Банду, которую можно апнуть в ПТ, поэтому я думаю, что он так и будет в ПТ апаться, потому что до Яши еще далековато. Ой, Джеймари подставился, декрепифай, но тут вы уже добить должны Мана, Мана, Регеница, Регеница, уже сбили Кларити. Какое неудачное направление выбирать. Отлично, отлично, если успеет, если успеет, загрел на себя, и есть плюс, Катара потерял время, Катара потерял крипов, и сейчас крипы на невыгодной позиции под тавором, линия отпушится теперь уже в его сторону, хотя для него это, наверное, даже больше выгодно, если под его тавором было бы тогда, да, а тут, ну, в целом он не сильно пострадал, но он его крипчика пропустил. Так-то мы видим, крипсат уже разнится, Джеймари бьет меньше, но это, в принципе, не обязательно для него, подходит сюда Варлок, вот здесь его бы Shadow World как раз бы и засейвил. Человек в чатике, извини, конечно, что я его читаю, но я считаю, что могу себе позволить оплошность. Знаешь, на самом деле критиковать игроков на, вот, я не знаю кто-то, я не знаю, какого у тебя ММР, вот вообще понятия не имею, может, там, не знаю кто, Миракл, который прячется под аккаунтом и шифруется, просит, переводчики переводят сообщения и пишут их в чатик, у них каждое решение все-таки чем-то оправдано, как минимум опытом, который они проводят на прос-сцене, и я просто смотрю не с точки зрения того, типа, как они ужасно пикнули, кто там юзлос, кто не юзлос, тем более, чтобы сказать, что кто-то юзлос, нужно иметь на этом основание. Легион командов тут, правда, погибает, еще и Сэн Кинг, и Легион командов, ой, господи, потеряла мысль, нужно иметь основание, прежде чем сказать, что кто-то юзлос. Ты можешь сказать просто, что этот игрок, допустим, плохой, что вот этот герой юзлос, но это будет просто хейтом. Почему хейтом? Потому что ты не подкрепляешь это фактами. И тут Сэн Кинг, последний ударчик остается, и да, Муровстрайк тут как-то не очень удачно зашел, буквально на половину расстояния. И Папита. Папита очень лоу хп, но отбивается флаской, и теперь будет все у него хорошо. И то же самое здесь с Легион командов. Я считаю, что вот плюс есть, я подкрепляю это фактами, что, допустим, она снимает стан биста, что очень важно, потому что этот стан действует через Блэкин Бар, и это может быть убийственно для коров, что она снимает, допустим, там яд вайпера через первый спелл, снимает, ну, который замедление дает, причем достаточно хорошее. И еще там много всяких плюшек, там, допустим, снимает сайленс. То есть я считаю, что это плюс, здесь она пикнута таким образом, и здесь она как минимум этим может помочь, может еще чем-то, но я не замечаю чем-то. То есть что я замечаю, я говорю, соответственно, что не знаю, кто не лезу. Про антимага, я знаю, что у него не очень хороший виндрей, и этот виндрей, это вызван, ну, не только тем, что на нем проигрывают часто, а тем, что еще и выборка игр очень маленькая, и там особо не посудишь. Киуай, вот есть про атак, но сейчас уже неприятненько, он еще и схватил здесь уже вайпер страйк, и тут не спастись. Ну, это первая от нее, нет, это вторая смерть, прошу прощения. Да, тут он уже успел отвалиться, фраг причем был, левел маленький очень, то есть солидно здесь терпит легионка. Это может стать нитусом, но все-таки в первую очередь стоит опираться на то, чего при этом добились антимаг и вайпер, потому что антимаг, допустим, сейчас погибнет, а вайпер, видите, фармит ужасно просто. Нужен буквально по тычке разменяться, блинком эвэдит тычку, еще и регенится все это время, Джеймари тоже немного чуть подстрял, и самое главное, теперь вайпер не попасться, Скоуфилд, он теперь уже не спасется, у него есть 4 стика, но не хватит. И Скоуфилд, вот. Известно, антимагам тоже, теоретически он подойдет, если вот так вот судить, потому против чего он работает, против чего не работает, а на практике может совершенно иначе случиться, потому что есть всякие мелочи, типа человеческий фактор, ошибся там, допустим, блинк не сделал, когда мог, не ударил там, где мог, ультимейт не дал, хотя там убил бы троих этим ультимейтом, и такие мелочи, они могут сломать игру, и вот часто такое бывает, что одна команда сильно перепикивает другую, и даже более слабая команда сильно перепикивает другую, но вот, когда у команды не хватает опыта, или, ой-ой-ой, вот, 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 он перекачивается в силу, но он хорошо подхилился уже, у него тем более еще и рейндропы работают, это его поддерживает, ну и очень хорошо, Прада здесь выхиливает его через Шэдоу Уорд, Правда придется сейчас обратно перекачиваться, ну как типичный морф, действует прямо на максимум, и вы видите ловкость, я просто силу у себя всю истощил, и из-за этого там буквально пару тычек по нему развеняешь, и он уже все, в салат, Попит, Попит подстрял, тут уже ему не спастись, правда дуэльки нету, вот это проблема, было бы гораздо приятнее сейчас еще и деможи немного апнуть, но самое главное то, что они его останавливают, убивают, давайте очередной деньги посмотрим, я уже, еще когда на миде убивали, собирался нетворк включить, но сейчас только дошла до этого, и видите, то что сейчас морф Попиту обгоняет на тысячу золота, но главное следить не за Попитой, а за Катару, который по сути и является первой командой, и он обгоняет, прошу прощения, Катару всего лишь на 400 золота, на 500 даже, и причем, в чем соль, что антимаг еще не поднял себе Battle Fury, а когда поднимет его, будет зарабатывать деньги гораздо быстрее, тут еще и опять Катару время потерял, просто мизер получил скорее всего за жизнь Скоуфилда, который там денег не имеет почти совсем за душой, но зато, ну 71, то есть по сути ему Крипа было легче убить, и тут еще Прада пытается убиться, а Крипа, получилось ли? Получилось Катару его забрать, но тут Монавойт как раз первый появляется, но при этом тут уже Т2-вышечку начинает пушить, и надо перекачиваться, и Морфинг это сделал, и теперь надо разворачиваться и бить, нужен адаптивтрайк, он его не качал, и демоджа с руки тоже уже нету, а Киевай, Киевай с дуэлью, а дуэль уже потрачена, правда она была потрачена без, возмездно, тут правда еще отравился, ой, пытался, пытался с Банадрейном, с Лайфдрейном поработать, но тут Крипы долго подходили, а он долго кастовал ультимейт, не получилось, нейтральный Крип, кстати, там еще Скофилда добивает где-то, мелочи приятны, не отдался врагу, гордый варяг, и также четвертый уровень у Варлока, вот ему нужно побыстрее по экспесу, потому что шестой уровень есть, и когда будет шестой уровень, точнее, что-то я тоже опять загнулась линия, извините, пожалуйста, немного глаза слепаются, я понимаю, это не оправдание, но что-то я пытаюсь, пытаюсь, что разумное выдавать, но не всегда выходит, шестой уровень появится, и можно будет выходить и на Т1 вышке, которая сейчас пушится очень-очень плохо, и можно выходить там на Рошана попробовать, и в Ваю тоже это, как раз таки стан через иммунитет к магии, и, ну про иммунитет к магии говорить сейчас не то чтобы неуместно, но очень и очень рано, но все равно сам факт стана отменять не стоит, тут еще выходит в смоках на помощь, хотя Джеймори заняться, а Джеймори сейчас очень уязвимую позицию занимает, сейчас он может попасться, камушек есть, правда, мимо него он успел уклониться и сразу же отступает, правильно делает, здесь он только умереть может лишний раз, сколько у Филда не жалко, у него всего лишь пятый уровень, он и так, видите, жизнью обиженный, поэтому ему здесь бояться нечего, вот он, вот он откидывается, еще и Сайленс есть, а много-то демеджа, действительно, правда, в силу перекачивается, решил до последнего, но тут, правда, еще нужно обратно разворачиваться, дабл демедж, у него очень много демеджа могло бы быть, но еще и вапистрайк, тут же снимает себя, регион-командор, часть замедления, которая была с плевками вызвана, и, ну, теперь с дабл демеджем надо пушить вышку, у них есть шанс, возможность, вряд ли их остановить получится, но там дабл демедж, наверное, скоро закончится, да нет, еще треть времени есть, а все-таки попался, Джеймри в этот раз его Мэтью забрал, опять, фрагу просто не отдают, если отдают, то там какие-то не самые ценные герои погибают, из-за этого, соответственно, денег мало получает, Ки-Вай, есть форма, еще сейчас насстреливают очень хорошо по Рубику, но здесь уже не так нагло перекачивается, поэтому демеджа не офигеть, как много, но на самом деле пробиваться уже не так-то быстро начинают оппоненты, все-таки здесь много ловкачей и антимага ты особо не побьешь сейчас 8 арбора достаточно на данный момент, и вайперу, у которого за десяток уже, и становится уже, наверное, актуальным думать о магическом демедже, о том, чтобы дополнить свой вейформ адаптик в страйком, который через ловкость, вот когда поделили, прошу, вообще не поделили адаптик в страйк на 2 с пола, это стало, мне кажется, большим стимулом его качать, торопиться с ним, тут баталфьюри есть уже, да, взял себе его антимаг, хороший тайминг, отличный, я бы сказала, и скорее всего, в ближайшее время он вырвется в топ относительно своего оппонента, морфинга, морф не имеет механики такого же быстрого фарма, и он будет страдать немного, и регион командора 8 уровня, вот мне кажется, здесь вот вся надежда должна ложиться именно на этот контроль через иммунитет к магии, через резист и на силушку богатырскую, потому что с руки тут бьет исключительно морф, ну там ладно, еще легионка, если она дуэли будет выигрывать, но мы как предполагали, сейчас ей дуэли не идут, но еще и рано, в принципе, 12 минут, никто не говорил, что будет легко, и демажа с руки мало, видимо, количеством, что ли, брать, и, соответственно, длительностью стана, вот, стан через БКБ, как варлок и его голем, и также пугна, ну не пугна, точнее, прошу прощения, легион командор и ее ультимейт, но посмотрим, как это будет работать, потому что, на самом деле, я вижу много проблем с антимагом, и не вижу их решения, но, возможно, они найдутся просто в плохой игре антимага, или что-то, мало ли что еще, но пока у нее все карты в руках, самое главное, фармить аккуратненько, не подставляться, и чем он вроде как и занимается, у него за душой всегда либо куча вардов, которые просвечают ему дорогу, либо куча тиммейтов, которые ему помогут, вот, правда, сейчас он далеко отошел, но, а тут его и ждут, а тут только его и ждут, ее увидел, увидел, что тут рядом кто-то есть, и очень аккуратненько стоит, готов в любой момент отпрыгнуть, еще и Саленс, Саленс Бринг замаксил, чтобы минимальный откат у него был, и все, и отходят отсюда, здесь уже есть скан, есть подозрение, что антимаг был не один, и на него байтили, поэтому, наверное, не торопились на него нападать, потому что, на самом-то деле, вкуснее наживку не придумаешь, и тут есть пески, увидели, увидели все-таки, что есть земель, земель можно пробить гораздо легче, Мэтью, вот чуть было не потерялся по хп, очень вовремя камушком отбился, и магнетайз тут работает, не очень сильно работает, но работает, и антимаг не терять времени пытается, есть дуэлька, должна быть дуэлька, и есть дуэль, а чем бить дальше, еще ультимейт есть по KY, и KY погибает, это дополнительный демэдж уже для антимага, Челсоферинг падает наверх, и Катара тут уже, Скоуфилд оставляет без маны, тут прожимает стики, живет пока что Катара, очень-очень больно, но при этом сразу же двое погибает, одному только фейтболта, и Скоуфилд, ой, как же больно, да, и Скоуфилд, это минус, минус 4 на 14 минуте, и вот это уже хорошее, плюс просто, то, что антимагу ни одного фрага не досталось, из этих 15 тысяч убийств, вот уже вы видите, вот, полторы тысячи выиграла команда, и вот сколько выиграл антимаг, и вопрос, чисто арифметики, сколько бы он за это же время крипов убил бы, но крипов-то бьет, видите, и все равно вперед не уходит, вот как раз из-за того, что тратит время на, по сути, зарабатывание денег другими путями, а там денег не зарабатываешь, потому что то Рубик закидывает в фейтболт, это минус 2, хотя он там спокойно мог ультануть, хотя я вот по поводу ульта не буду говорить, потому что не уверена, сдал ли он его раньше или позже, там, в любом случае, он мог бы их сам добить, то же самое со Скоуфилдом, там где тычку тебе последнюю, по-моему, уже кто-то бист не отдал, сейчас посмотрим, нет, не бист, грешу на него зря, Попита, ну, Попита, ладно, он еще может быть не виноват, у него яд может действовать в периодике, вот, с фейтболтом было, конечно, очень страшно, и опять есть дуэлька, опять Киевай ничего не добился, ею под копчик из наперерез, и теперь должен уже погибать здесь Джеймари, очень далеко зашел, Киевай тоже минус, Джеймари пока живет, еще есть лайфдрей, но так хорошо демеджи наносит, и Мэтью должен погибать, Мэтью минус, это размен 2 в 3, и в пользу получается пока что команда Инфомас, и сейчас еще и Отом должен погибать, и очень хорошо его фокусит, но вот уже мана закончилась, лопать его нечем, и мучить тоже дальше нечем, есть у него 4 стика, но он их пока прибережет, тем более, что это на вейформ все равно не хватит, и Сколфилд опять попался, и он, а что он мог сделать? Ничего, разве что там эпицентр скастовать, и также сдохнуть, и в морфлингах 12 уровня, 1000 золота Инфомас выигрывает, просто нечто, здесь действительно в один момент Инфомасы внезапно взяли хорошее преимущество вот именно по спейсу, и теперь они не оставляют своих оппонентов ни на секунду, и постоянно встречаются бойни стенка на стенку, и постоянно оказываются в плюсе вот именно команды Инфомас, ну ладно, то что антимаг сам отстает, но вся его команда уже душит, тут на это стоит сделать упор, но посмотрим, как это все обернется, потому что вот мы сталкиваемся с реальностью, то что морф фармит плохо, не как игрок, а как именно персонаж, а тут еще и Киуай, что он отдал, отцы отдал, это кстати плохо, это может плохо закончиться, учитывая последние массовые драки, но вот хотелось бы ему все-таки дуэльку взять, для антимага это было бы манна небесная, чтобы кто-то попридержал его оппонента на одном месте, но вот вы его видели, когда дуэлька давала самого антимага, вот это было, когда еще файт здесь проходил, с големом и со всеми финтифлюшками, там антимаг, был только рад, то что по нему дуэль дали, потому что он всю ману Киуай выжил, и там оставалось только Рубику его добить, через фейтболт, скоуфилд опять отводит на себя внимание, я не знаю, что он делает, он просто продается, потому что который раз он уже напарывается на своих оппонентов, и здесь он тоже их отчетливо видел, и просто умер, мега килл для Катара, видите, пять убийств совершает, наконец-то мы фраги стали перепадать, и снова болт по золоту увеличивается, уже полторы тысячи золота, как с куста, ну ладно, тут не полторы, тут тысяча триста, как с куста падает ему опережение относительно своего оппонента Кэрри, товарища по играм, и, ну, я не знаю, здесь надеяться на магический проказ, просто я вот вспоминаю всю эту игру, извините, когда была Империя против Сейн-Сквад, вот эта ничем не решающая игра, которая была выиграна магами против антимага, папи, это с дабл-демажем же на него, ну как же это опасно сейчас, и он заплевывает по отому, и отому по нему может раз уж и что адаптив страйк, вот эти вейформы есть, ахабета многовато, нужно еще поднабить его немного, Скоуфилд подходит, Джеймери чуть было не погиб, прокатывается наконец-то, Скоуфилд, причем, тут тоже самый такой, незаслуживающий денег, потому что никто, ну, тот персонаж, который ничего не выручит за эти деньги, забирает фраг, ну, ладно, стартовый закуп будем считать, из блинка он себе сможет позволить, 11 тысяч, больно смотреть на это, и так вот, вот в том, в той каточке, когда антимаг проиграл против магов, чем это было вызвано в первую очередь, это тем, что у антимага было очень много маг-резистов, там было и ослабление от аппарата, там было и, так-то-так-то, подождите, еще оказывается, здесь сейчас офферин, попадает, очень нехорошо, но только, все равно даже Рубик не убивается, и Джеймери, видимо, сейчас погибнет, и причем от Катара, мана войд, лопнул как орешек, и там было ослабление аппарата, там был и, правда, погибший, господи, там было и, вот этот декрепифай от Пуганы, там был и Дискорд, и в итоге, так получалось, что ты маг-резист уменьшал на 150 с чем-то процентов, там, вот я не помню точно цифру, мы считали, с Майлом сидели, там настолько высокий процент уменьшения маг-резиста был, что у антимага, вот весь его, там, замакшенный сплэшилд, талант на 25 уровне, даже если бы он его брал, он там до него даже не дожил, все равно не спасал, и уводил его в минус, и это, это вещь, которая просто рано или поздно случается, и тоже антимага, не стоит думать, что он прям не контрит, и совершенно магией, а по крайней мере Дискорд, но свести его уровень магической защиты до более-менее приемлемой, вполне возможно, вот, здесь, скорее всего, просто до этого дела не дойдет, Пуганы собирает Аганим, но здесь Аганим, не знаю, насколько он в тему, но он дает ему выживаемость, как статы, хоть и дорого стоит, и дает возможность кастовать ультимейт без кулдауна, но это не, ой, увидел, увидел сейчас их обоих, а тут еще и крипчики, подкрепить, сейчас будут обходить, есть, ультимейт, ну пока они дождались, улстингер, потому что один остался, побеждает, это для Кейуая выигранный, бой первый, кстати, и, Джеймари, единственное, что хотела, не претензию поставить к этому Аганиму, потому что я не видела еще ни одного ультимейта, который длился у него больше, чем секунды две, то есть он и не нуждался в этом подкреплении, и тут подкопчик, и даже можно минус 3 сделать, хоть и, ну, последних трех по важности героев забирают, но все равно это деньги, и денег-то, скорее всего, достаточно много, показывают тут все фраги, кроме Мэтью, и это все равно 900 золота, и еще и Мэтью, сколько ты стоил, давайте посмотрим, вот вместе с ним полторы тысячи, и самое главное, то, что это пошло в нужные руки, и вот все равно тут напарывается все на фарм Антимага, но чем Антимаг плох как герой, почему у него там все-таки проблемы возникали с винрейтом, правда он сейчас на хайграунд заходит, и это может быть бессмысленно разговором, но тут эта бабушка падает, да тут же полетели, тут же улетел отсюда Антимаг, и он просто имеет очень такой отчетливый потолок в развитии как персонажа по количеству дэмэджа, который он может нанести, и он актуален, ну, не столь долгое время, то есть там, допустим, примерно минуту, ой, падает, падает, прямо в лицо пугни этот ультимейт от беста, это так больно было, что я просто не могу, у меня зубы заболели от того, что сейчас с Джеймери случилось, ну, а Еггис зато выбивается в Катару, ну, один раз его забрали, кстати, вот, справедливости ради, они выделили цель, и остальные ничего, никак не смогли помешать этому выбиванию Еггиса, но с другой стороны, я думаю, что если бы это была его единственная жизнь, за нее бы цеплялись они более отчетливо, это минус 102 вышка, можно идти на хайграунд, пугно точно 14 секунд им мешать не будет, и... а в нищих таврах не осталось, по сути отступать некуда, но они решили все-таки не рисковать, Антимагу хотелось бы все-таки, вот я думаю, что он БКБшку будет покупать, но тут два стана через БКБ действительно, наверное, лучше Линкенсферу покупать, чтобы хотя бы у тебя был шанс и выйдет контроль, Рубик, тут еще и баталия разворачивается, Мэтью, камушек, Мэтью, он поролся, за что боролся, тут действительно уже странная ситуация выходит, пока он, Катару погибает, и Катару погибает в дуэли, причем Кейуай отдает, а вот это уже на самом деле проблема, потому что его второй раз подряд вроде как с легкостью забирают, но просто раз это был Аегис, а сейчас его просто забрали, безидейно, и там еще и на Варде чуть было, Мэтью не погорел, и Папита попался, Папита магией начинает продавливать, правда, он сейчас еще на Эдзертоксин постелил, и не так приятно Моффлингу становится, но здесь можно, Папита, это минус два, первая и вторая позиции, подкопчик, сейчас еще Элстингера можно забрать, они точно на него нападут, набросятся, там, правда, еще один сатир-мучитель сейчас до смерти пугану загнобил, и еще, наверное, здесь, Аутсингер-то живет, погибает только вместо него Мэтью, поставляется замедление, есть подкопчик от Скоуфилда, и это все-таки, наконец-то, трипл килл для Отума, денег зарабатывает много, но все равно даже близко к антимагу не подошел по Нетворсу, но то, что антимаг с этим Нетворсом не смог распорядиться им, это уже вопрос другого порядка, и Морффлинг на заработанные деньги может купить себе как с Кустом, Анто Стайл, Мато Стайл даст ему шанс тоже там бороться с Сайленсом, еще с чем-то, но на самом деле проблемы его даже близко не решает, там, демажа добавляет не так уж и много, как хотелось бы, жир его, там все равно будет стукаться Манобрейк достаточно болезненно на данный момент, ну Линкен Сфера, ладно, Линкен Сфера здесь как шанс задоджить ультимейт от Биста, но Бист, как я смотрю на игру, очень статично ультует именно в Пугну, что в принципе логично, Пугна много может гадости привнести в одиночку, и Пугну как Пушера, Пугну как Прокастера, как вообще кого-то опасного, я пока здесь в раскрытии не увидела, но возможно все впереди, и здесь Бист, на самом деле Бист своими крипами очень много импакта вносит, то там Урса всех душит, то сатиры мучителя душит, это выглядит комично, учитывая то, что сам Стингер при этом где-то в стороне, а контролит он одному своего крипчика, в этот раз мы с сеточник зарандомился, посмотрим, что он с Энкромантом сделает, так-то он тоже потенциальный тачер, у него и самон, и у него и сетка, он ничуть не хуже Наги и Медведя вместе взятых, так, с Коуфилд, подкоп помытью, на самом деле он так все время опасно прыгает, что с него страшно становится, броу-страйк есть, и прошелся Станчика, прошелся Сайленс еще, тут еще можно его лопнуть, попытаться кей-вай, очищает, очищает его от Сайленса, вот сейчас это зарабатывает, еще подкопчик на перерез, опять он куда-то там непонятно куда прыгает, и подставляется, еще и мало того, что Са подставился, еще и кей-вай я подставил, ну, я вот совершенно не понимаю его мувы в этот момент, здесь он мог уйти далеко и также отпустить Легион Командера, хотя я думаю, что у одного из них с Глинка бы точно догнал, этот антимаг, тут еще и Рубика, ну ладно, Рубик в обмен на Легион Командер такой себе, но учитывая преимущество инфомас по золоту, и то хлеб, причем, видите, даже за Рубика почти столько же золота получилось, хайграунд целый, до Рошана следующего доживут, бороться за него не смогут, наверное, тут уже, если Вижену хорошенько обставят с инфомас, то не получится, фармит-то Отом, у него еще все впереди, у него светлое будущее и БКБшка, что впереди у антимага, у него светлое будущее уже наступило, у него Абисов Блэйд, вот это страшно, кстати, потому что здесь уже не вырулишь на развеивание и прочее, действительно, через ту самую БКБшку, которую так упорно собирает себе антимага, прошу прощения, морфник, просто ужас, тут еще антимаг, в трех персонаж запрыгнул, так тут можно было по ним еще пострелять и после этого войд нажать, но он на своей жизни не рискует никогда, просто так, и есть дуэлька, в этот раз сизи, дуэлька для Кейлая, и можно на Мэтью запрыгнуть, опять минус тан, и вот он подходит сюда к Мэтью, Мэтью, очень хороший ультимейт от Мэтью получился, антимага он прям шикарно скопировал, и я хотела посмотреть, там развеивается же, да, может разобрать, нет, про развеивание ничего не вижу, может есть дополнительный, бла-бла-бла, на самом деле, даже проблема не в том, что развеивается, не развеивается, но если вы в чатике вдруг знаете, напишите, потому что, ну может я тупанула, но я как-то не помню, по-моему нет, насколько я знаю, и в чем проблема, что просто развеивания на все не хватит, это проблема дота еще со времен фикса Дифижио Блейда, просто механика развеивания стала практически убита, потому что единичные способности стали делать это, из предметов там еще хуже, Юл Септором одним пытаешься обойтись, ну и как, я индийскому, но это не считается, и герои, которые, обладая способностями снять, которые можно только развеиванием и ничем больше не сбить, вообще ничего не сделать, они на коне, вот типа Чена, который может отправлять на базу, и это ничем, кроме развеивания, не снять, а если человек под БКБ, то даже и развеиванием не снять, потому что нет такого развеивания, которое через БКБ проходит на противника, и становится немного жутко, но здесь тоже одна легионка, и куча всего, чего хотелось бы снимать, и всех нужно сейвить, и нужно выбирать более приоритетную цель, а потом ты видишь, как Пугна накрывает супер-башером, и просто расстаешься с жизнью вместе с ней. Вайпер-бист на дворе 6 утра, господи, боже мой, а у меня уже совсем расцвело. Знаете, я думала, в универ сходить после каста, я таким темпом и опаздываю, выбор отпал сам собой. И давайте посмотрим по предметам, очень уж интересно, что тут в планах, лингенсфера, вот эта борьба лингенсфера или аганим, здесь кончилась линкой, для него в чем плюс? Да и не в чем, в принципе. Тоже там дуэлик, что тебя не цепляли, и все, он уже до супер-башера хотел эту линку собрать, но решил поагрессивнее поступить. На самом деле, больших денег стоит этот предмет, то, что он прям так взял его и сходу собрал, это похвально. Тем более, что супер-башер дает не только сейчас возможность самого этого стана контролируемого, но и сам дает жирности побольше, потому что собирается иначе, через другие вещи, и занимается у тебя не для так вот он, а, он все, в антимага играет, и он у тебя больше не дэмэджи дает, а вот именно плотности, и для него плотность это тоже цветное, потому что, вы видите, 1800 хп, 24 брони, это много, но Пугна может разобраться и без брони, но тут еще и вопрос о магризисе стоит боком, ну тут декрепифай есть, про дискорд, я так понимаю, никто и не думал, но тоже там, это, во-первых, денег требует, во-вторых, в ситуации с Пугной тут это сопряжено с выбором или жизнь, или дискорд, подкопчик есть, а больше контроля нет, вот это проблема, а хотя подходит сюда зря, потому что сейчас сбить нечем, нечем сбить, а там, да все равно он бы ультимат не мог скастовать, то есть, войд это был бы единственный шанс сбить ульту, а войд здесь не кастуется, кейвай в другой стороне, потраченный голем, придется идти на вышку, но, благо здесь Т1 стоит, то есть, хотя бы рядом идти придется, но при этом есть информация у инфомасов, что нету важного ультимата больше, что нету этого контролируемого стана, еще и катары сейчас в спину будут заходить, обычно морф, опять, наверное, нужно и снова ультам попробовать в антимага, это в принципе не сложно, сколфилд, камшик мимо просто посвистел мимо него, еще и скан здесь просветил кейвай, будут его искать, а это последний член команды Тандер Предейтер, который находится рядом, ну и, вы видите, 4000 преимущества, вроде как цифра небольшая, но вот все, и даже вроде как и не растет преимущество относительно антимагу, относительно морфа, но вот на тоненького все, очень на тоненького здесь играется, вот кажется, что вроде как есть шансы победить, и у Тандеров очень большие, но потом натыкаешься на вот такое вот, что сейчас происходит, кейвай там тысячу лет стоял, но у него не было телепорта, поэтому в один день его нашли, но можно сослаться на то, что время потеряли, но здесь катара не зря его потерял, он заработал еще и 300 единиц золота, 300 золотых монет, 300 условных единиц валюты Дота 2, не знаю же, что сказать на самом деле, потому что, ну, мысли по поводу исхода до сих пор нет, вообще ничего не могу сказать, а от пуша здесь идет конкретный, и пуша, как от антимага, а тут, кстати, успели продамажить, ну, не то чтобы знатно, но какое-то начало положено, вот еще област уже минус половина, и там еще и иллюзии подбивают, но иллюзии мало, дамы же наносят по товарам нынче, камушек, и Джеймари тут повстрял, но на самом деле на него потратили еще, а супер большой не тратили, извините, пожалуйста, это фигню сказала, еще и весается только сейчас, легенкоммандер, и вот мы рано или поздно закончатся БКБ, 10 секунд это хорошо, но это не вечность, адаптив страйк, ой-ой-ой, уходит, опять, сейчас, как же он сейчас, со своим мультимейтом поступил, ну, вы видели, он надеялся на тоненького, но, а на самом деле, если бы он был в фулл хп, он мог бы выжить, вот и как это назвать, это и есть американская дота, infamous, да, у нас просто китайское фото, американская дота потихонечку переходит в китайскую по таймингам, сейчас самое время для начала каких-нибудь азиатских квалификаций, или китайских, KY, Silence, еще есть, ну, нужно сейчас образ атак нажимать, есть еще и Блэдмэна, который все чихать хотели просто, тем более, он сейчас еще и закончится, есть ОЦ, скорость атаки, это ладно, ну, разворачиваться, что ли, пытаться драться на мужика, не знаю, передвижение заканчивается, уже скорость, вот со следующей, только через 3 секунды, вот скорость атаки опять апнута, а тут еще и ультимейт, а все это время Рошана бил, катару, в соло причем, забирает Айегис, Иджис, точнее, как хотят, чтобы читали это, потому что, Айегис, не от слова Эгид, а от слова Пасхалка, хотя, я думала, что Пасхалка тоже по-другому читается, но, я думаю, что Валбом виднее, и тут по спидпушить пытается Скоуфилд, но что-то мне кажется, что это закончится тем же, чем обычно и заканчивают его выходы на эту сторону, хотя, вот Инфомасам нечего терять, и они даже, если одну сторону сейчас потеряют, они снести успеют гораздо больше, правда, если сейчас Антимаг бросит фармить, и начнет пушить, но он этим и занимается, Крипы подходят к хайграунду, запрыгивают уже на Т-3 вышечку, Джеймари, вот совершенно не пробивает, просто не чувствует его Антимаг, ну и что, он мог дальше стоять, продолжать его регент, перебивает вот эту демошь, которую наносит Джеймари, а тут уже минус половины вышки, а внизу только Крипчики бьют, и то не спеша, тут еще и Скоуфилд попался, и Сиусеп, откопаться нечем, он должен погибать, его откидывают, но вот откинулся сознатно, и при этом есть Голем по двоим, но при этом не держатся самые важные персонажи, Киевай погибает, Байбек есть еще и, Киевай, кстати, не погиб, не погиб, еще и дуэльку выиграл, и при этом погибает Папита, и очень-очень лох, АПА антимаг можно добить, ударчик еще один, как же Крестову сейвят, а там все страйком все-таки добираются до него, но это только был Аегис, он может еще подбить, и что там по мышечке, а здесь все-таки задушили, Крипу силу света, в итоге выход стоил Аегиса, стоил жизни первой позиции, ну ладно, второй позиции в обмен на первой, но все равно они в плюсе остались, из-за Байбека пуганы, много потеряли, и не сказать, что чего-то добились взамен, но Т-3 вышка, это тоже важно, это уже дорога лучшая к следующему Рошану, за счет, по крайней мере, отсутствия шрайнов, и 25 уровень скорого антимага, я думаю, что здесь Магризис вообще нет смысла качать, его и так никто не пробивает с Магризиса, но с другой стороны, вы видели то, что последние несколько раз он очень даже погибал хорошо, ну три раза, считайте, умер, один раз только он умер, своей смертью до конца, а до этого он дважды потерял Аегиз, но это, по сути, и были три его попытки влить в файт, тут еще и смог, подкопчик, вот это сейчас на тоненького, дуэлька есть, еще подходит сюда, оттумы будет адаптистрайк, если чтобы его подлогить, это минус, вот это теперь уже смерть как раз-таки вторая, вот это последний, олдстингер на кейвай, откидывается кейвай, в принципе, все равно, он свою роль выполнил, шикарную, есть замедление, лужи супостелил, варлок, и олдстингер погибает, от адаптистрайка, еще и очень больно приходится, Рубика, а теперь они могут просто задавить, забрать сторону, тут тем более еще и, неплохой морф и в этот раз ловил морфинг, то есть он может поплевать еще и на Папиту, и Папита не рискует подходить к другой змеюке, ну вы знаете, то что рыбак рыбака видит издалека, тут примерно так же, и это минус странно, мгновенно, 65 секунд без байбека, вот это самоуверенность, которая заставила сейчас антимагу бабочку купить, она игру может проиграла, и правда сейчас накапала, на байбека нужно его нажимать, наверное 56 секунд, 56 секунд, они в трон идут, они очень быстро пушат, действительно байбек нажимается, и теперь надо уходить, теперь они могут сами все подфидить, теперь играть игру сами, и вот хорошо магнитаз же пробивает, и правда погибнет, но это ладно, два самых тонких героя, остальные все должны разбегаться, по крайней мере моплик, и байбек есть у Варлока, у Варлока как раз голем будет, к тому моменту, если кто-то подтянется, есть и у Скоуфилда, ну прям, Скоуфилд меня сильнее всего, Скоуфайлд меня сильнее всего расстраивает сейчас, в этой игре американцев, то есть, Таннеры действительно, они собрались, они очень хорошо начали поддевать своих оппонентов, но при этом, от него больше всего непонятных не мув, может это конечно связано с моим неполным профессионализмом, но скорее всего, я просто, скорее всего, он просто ошибается частенько, там идет на Тонникова, идет на Авосе, и эта Авось не окупается, и что ж, придется втроем дефать что ли? Ну видимо так, потому что это рискует быть тоже с разменом урона, как мы обсудили, сейчас срезится Варлок, у него байбек будет, давайте вообще ситуацию по байбекам посмотрим, и здесь печаль, ситуация, ну три байбека есть, самое главное то, что у морфа есть, так, KY поцепили у KY, это байбек есть, если что, ну его похотели генези держат, потратили на него контроль, а зато фоксит оттем, а оттем, оттем живой, еще, но без БКБшки уже будет, еще и Хилли заживет, откачивается в силу, морф есть, теперь он антимаг, причем фулл ов, а оттем, оттем нужно нажимать морф, он погибает, и нужен теперь байбек, почасов мне подсказывает, что это третья карта, печаль, беда, запрыгивает KY, есть еще и Блэд Мэйл, Отом, как тут еще и Шэдоу Горда, его накрывают, второй раз погибает с байбека, это провал, вот если бы тогда антимага не накапывала на байбек, 1-1 счет, третья карта, я даже не буду сейчас вдаваться в статистику, давайте сразу на третью, а не то я боюсь, у меня глаза слипнутся, ну, ну, я не знаю, как на это смотреть, но это Америка, ребят, этим все сказано, 39-24, очень активная игра, очень красочная, слава богу, что она такая была, она не дала мне заснуть, и, ну, вот все по-брасненькому, давайте посмотрим,